МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 февраля 1944 года. 978-й день войны. Сегодня войска 2-го Прибалтийского фронта штурмом овладели городом и крупным железнодорожным узлом ДНО. Войска Красной Армии продолжили наступление в районе Пскова и юго-западнее поселка Струги Красные и с боями заняли более 50 населенных пунктов, в том числе села Середка, Пустое-Лесково, Щегли. В Филадельфии союзниками спущен на воду легкий крейсер Оклахома-Сити. Крейсер вооружен 12-ю 6-дюймовыми и 12-ю 5-дюймовыми орудиями. Его скорость 33 узла. Войска 4-го Украинского фронта готовятся к операции по освобождению Крыма. Маршал Манштейн начинает массовую переброску своих сил с правого фланга на левый. Их задача удержать готовящееся наступление советских войск. Три танковых дивизии изымаются из 1-й танковой армии и составляют 3-й танковый корпус, который должен прикрывать Проскуров. Одновременно с этим в распоряжении 4-й танковой армии передается 7-я танковая дивизия Лейбштандарт и 503-й батальон тяжелых танков. Их задача сформировать 48-й танковый корпус для прикрытия Тарнополя. В Киргизии шахтеры угольного рудника города Кызыл-Кия внесли в фонд Красной Армии 210 тысяч рублей и попросили на эти средства построить самолет имени угольщиков Киргизии. На экраны московских кинотеатров вышел американский документальный фильм «Битва за Россию» производства военного министерства США. Субтитры создавал DimaTorzok